Всем привет! Вы на канале Доки Доброй Документации по веб-платформе. Сегодня мы пробуем новый формат видеорецептов. Конкретно в этом видео мы разберем с вами 6 способов, как можно выровнять элемент по центру экрана, по вертикали и горизонтали. Давайте взглянем на разметку нашей страницы. Помимо основной разметки, доктайп, html, хэт и так далее, у нас с вами есть Body с классом Parent и вложенный в него тег Dialog. Диалог отвечает за создание всплывающих окон. Это довольно новый элемент. Обычно именно всплывающие окна нужно разместить по центру экрана. Наше диалоговое окно будет по умолчанию открыто. Это мы сделаем при помощи атрибута Open. Теперь давайте взглянем на стили, которые уже написаны для нашей страницы. Здесь довольно стандартные стили, вроде сброса отступов и задания BorderBox для всех элементов. Какие особенности здесь есть, на что следует обратить внимание? Элементу html мы задаем высоту 100vh, а элементу Body задаем минимальную высоту 100%. Это нужно для того, чтобы наша страница всегда была равна высоте экрана. Еще одна особенность, на которую следует обратить внимание. Элементу Dialog мы прописали Position Static. Это нужно, потому что по умолчанию диалоговое окно спозиционировано абсолютно. Для большинства способов, которые мы сегодня разберем, нам абсолютное позиционирование не нужно. Поэтому мы переопределили стандартное поведение. Все остальные стили нужны исключительно для красоты нашего примера. В этом видео, там где возможно, я буду использовать логические свойства. Это более современный способ написания CSS. Если этот термин вам еще не знаком, обязательно поищите информацию. Первый способ, который мы с вами рассмотрим, это выравнивание элемента по центру страницы при помощи гридов. Нам понадобится сделать элемент с классом Parent грид контейнером. Теперь для нашего грид контейнера мы можем задать свойства выравнивания вложенного грид элемента по центру как основной, так и дополнительной оси. Это свойства Justify Items и Align Items со значением Center. Как вы видите, элемент выравнился по центру страницы. Это ровно то, чего мы и добивались. Можно ли написать CSS код более лаконично? Например, использовать вместо двух свойств всего одно свойство. Конкретно в этом случае, да, действительно можно. Мы можем заменить два свойства, Justify Items и Align Items, на одно свойство Shortcut, которое заменит оба. Это свойства Place Items. Кода стало меньше, при этом элемент по-прежнему выравнен по центру экрана. Используйте его там, где это возможно. А теперь давайте рассмотрим второй способ выравнивания нашего элемента по центру экрана. Для этого мы будем использовать Flexbox. Сделаем элемент с классом Parent flex-контейнером. После этого мы снова можем использовать свойства, отвечающие за выравнивание элемента по центру основной и дополнительной оси. В случае с Flexbox это свойства Justify Content и Align Items со значением Center. Вуаля! Наш элемент снова находится по центру экрана. Мы добились желаемого результата. Можем ли мы в случае с Flexbox'ами также использовать свойства Place Items? К сожалению, нет. Это свойство работает только с гридами. Поэтому, если используете Flexbox'ы, нужно будет написать именно два отдельных свойства. Justify Content и Align Items. Существует еще один способ выравнивания элемента по центру при помощи Flexbox'ов. Для этого способа мы с вами удалим свойства выравнивания по осям. И дальше будем писать стили для элемента с классом Child. Достаточно будет написать всего одно свойство. Margin. Внешние отступы. Со значением After. И снова наш элемент расположился по центру экрана. Это очень удачное использование нестандартного поведения отступов. Четвертый способ не такой изящный, как предыдущие три, на мой взгляд. Но иногда он может вам пригодиться, если вдруг по какой-то причине вы не можете использовать гриды и рефлексы. Суть этого способа в том, что мы зададим отступы нашему элементу, а затем компенсируем их при помощи трансформации. Давайте напишем код и посмотрим, как это работает. Первым делом элементу с классом Child, фиолетовому квадрату, мы зададим автоматические боковые отступы, то есть отступы по горизонтали. Таким образом, мы уже решили полдела. Наш элемент теперь выровнен по центру, по горизонтальной оси. Чтобы выровнять его еще и по вертикали, нам как раз и потребуется трюк с трансформацией. Но для начала давайте зададим верхний отступ, равный половине высоты экрана. Фиолетовый квадрат переместился, но он явно находится ниже, чем середина страницы. Давайте исправим это. Чтобы немного приподнять элемент, нам нужно использовать свойство Transform со значением Translate Y и аргументом минус 50%. Сейчас я напишу этот код, а затем поясню, как он работает. Наш элемент теперь находится ровно в центре экрана. Цель достигнута. Но как же этот трюк сработал? Дело в том, что если в функции Translate, неважно, x, y или просто Translate, мы указываем в круглых скобках проценты, то эти проценты рассчитываются от размеров элемента. Таким образом, наша функция Translate Y с аргументом минус 50% приподняла наш элемент ровно на половину его высоты. То есть эти проценты рассчитались именно от высоты нашего элемента. Это очень удобно, потому что мы не всегда знаем фиксированные размеры элемента. Эту особенность трансформации мы можем использовать в еще одном способе. В этом случае наш элемент будет абсолютно спозиционирован, и мы не будем знать его высоту. Давайте посмотрим на этот пример. Для начала элементу с классом Parent зададим относительное позиционирование. Так вложенный абсолютный элемент будет рассчитывать свое положение относительно родительских координат. Теперь перейдем к самому элементу с классом Child, к нашему фиолетовому блоку. Сделаем его абсолютно позиционированным. Как и в прошлый раз, используем автоматические боковые отступы, чтобы выровнять элемент по горизонтали. Теперь оттолкнем наш элемент от верхнего края родителя на 50% высоты всей страницы. Поскольку наш элемент абсолютно спозиционирован, мы можем вместо отступов использовать свойства Top, Left, Right, Bottom или их логические аналоги. Мы уже близки к решению. И возможно, вы догадываетесь, каким будет следующее свойство. Точно такое же, как в прошлом примере. Мы подвинем наш элемент на 50% его высоты вверх при помощи трансформации. И снова фиолетовый квадрат уютно разместился ровно в центре нашего экрана. Я обещала вам 6 способов центрирования элемента, и давайте разберемся с последним из них. В этом случае наш элемент будет также абсолютно спозиционирован, но мы будем знать его точную высоту. Давайте для наглядности зададим высоту, например, 250 пикселей. Наш фиолетовый квадрат перестал быть квадратом, но нам это и надо. Как и в предыдущих способах, мы сделаем пол-дела при помощи автоматических боковых отступов. Поскольку мы точно знаем высоту нашего элемента, мы можем обойтись без трансформации и оттолкнуть наш элемент от верхней границы на 50% высоты страницы минус половины его высоты. Для этого используем функцию Calc. Поскольку высота нашего элемента 250 пикселей, то половина от нее будет 125 пикселей. Ровно это значение мы вычитаем из 50%. И элемент размещается ровно по центру, по вертикали. Изучить код всех этих примеров, а также почитать дополнительные объяснения, можно по ссылке под видео. Текст размещен на сайте Доки. Обязательно заходите, и я уверена, вы найдете для себя много интересного. Чтобы не пропустить новые полезные видео, подписывайтесь на наш канал. А в социальных сетях мы постим разные анонсы, классных активностей и новых материалов. Все ссылки будут в описании. С вами была Дока. До встречи в новых видео.